всем привет друзья все мы долго ждали функцию мега в наших штатах многие уже познакомились с этим ивентом кто-то уже на половине пути а кто-то его уже завершил как мы знаем с 21 июня события мега доступна во всех штатах старше 13 недель на моем канале уже опубликовано два подробных ролика о мега было много стримов теперь мы хотим выпустить последнее видео об этом событии в котором поделимся как получить облик кто еще не смотрел самый свежий ролик с тестового сервера поспешите в нем я рассказал о героях 7 поколения и о втором сезоне мега и он теперь уже называется станция и и т никто не знает даты начала второго сезона и мы можем наблюдать его только на тестовом сервере а теперь поговорим о мега главными наградами события являются облик штаба рамка и облик марша и помимо этого выполняя задания вы сможете получить много плюшек которые ускорят ваше развитие но обо всем по порядку для участия в мега ваш штат будет заключен в группу из шести штатов и соревнования пройдут внутри этой шестерки у вас будет общий чат в котором вы сможете общаться и обсуждать общие цели также вы построите новое здание центр мега в котором вы будете повышать прогресс станции и увеличивать коэффициент для наград после старта события вы можете заметить что в ящиках ежедневных наград у вас появятся шурупы гаечные ключи и дрели а если вы хотите получить их вам нужно разблокировать карту мега многие спрашивали как это сделать эту карту можно приобрести в ежедневных поставках и приобретая ее за неделю вы получите 109 шурупов 7 ключей и 3 дрели а также 70 банок выносливости приобретать эту карту или нет только ваше решение вернемся к самому событию мега длится три месяца и включает в себя три этапа каждый этап длится четыре недели в своем первом ролике об этом событии я описал основные моменты которые вы должны соблюдать чтобы грамотно начать ваш мега процесс ссылку я оставлю в описании а в этом ролике я хочу детально обсудить каждую неделю мега на примере первого этапа то есть первого месяца первый этап самый важный и от него зависит ваш будущий успех подготовьтесь выспитесь запаситесь кофе потому что ваша активность начнется в 4 утра по московскому времени понедельник и так стартует первая неделя помимо ежедневных заданий разведпоста первая неделя включает в себя раскопки и события выживут сильнейший кровавый спорт как я говорил в первом ролике о мега важно грамотно качать станцию мега также каждая неделя имеет цель по очкам выполнив которую вы получите пять славой мега для многих событий вы можете прокачать бонус в станции чтобы увеличить количество получаемой информации мега за выполнение заданий но для события кровавый спорт нет никакого множителя вы получаете фиксированное количество информации мега который идет ваш зачет поэтому не советую тратить много на данном событии постарайтесь собрать минимум наград и попасть в топ 1000 меж серверного рейтинга вторая неделя состоит из события вызов альянса и рейд на резервуар вызов альянса также даст вам награды но без множителей а вот рейд на резервуар в котором каждый игрок должен набрать 180 тысяч личных очков имеет бонус и чем лучше прокачана станция к этому моменту тем больше очков вы получите хочется отметить два важных момента цели по очкам в заданиях вызов альянса зависит от текущего ранга вашего союза например у нас на ранге чемпион это девять с половиной тысяч очков а на ранге эксперт 6000 очков и вы должны для себя понять сможете ли вы без особых трат получить то или иное количество очков для многих хорошим решением в этой ситуации будет временный переход в альянс академию где ранг союза ниже это позволит с меньшими затратами собрать максимум по целям вызова альянса в мига но также стоит учесть что для вас важнее награды альянса на более высоком ранге или же получение максимума в мига что касается рейда на резервуар принять участие в событии могут только 30 игроков альянса очки хочется получить всем поэтому можно также рассмотреть вариант перехода в другой альянс чтобы принять участие на воде получить максимум информации мига заводу можно достигнув только 180 тысяч очков иногда это очень сложная задача например если соперник превосходит вас по силе либо соперник намного слабее в первом варианте придется очень постараться главное не сдаваться в процессе и помнить для чего вы это делаете вы же хотите получить облик мига если же соперник слабее то можно воспользоваться небольшой хитростью назовем этой игрой в поддавки на воде допустим слабый противник стоит в безопасной зоне что в такой ситуации делают некоторые игроки становятся около безопасной зоны противника и демонстративно выводит в палатке по 50 или 100 тысяч солдат противник сможет догадаться что это не просто так и будет атаковать ваши палатки получая очки сам и принося очки вам вариации очень много включайте смекалку и у вас все получится друзья также если результат рейда на резервуар очевиден можно найти штат соперника найти их альянс и попробовать договориться о совместной игре чтобы все смогли набрать 180 тысяч очков ну что пойдем дальше не забывайте что если вы начали выполнять задание вызов альянса в одном союзе то перейдя в другой союз вы не сможете продолжить выполнять задание а регистрация на воду заканчивается в четверг поэтому решение о переходе в другой альянс вы должны принять в воскресенье либо же в понедельник до начала выполнения вами заданий вызове альянса и так вторая неделя в мигов включает в себя два основных события вызов альянса и рейд на резервуар с этим мы разобрались и теперь перейдем к третьей неделе первого этапа основным ивентом третьей недели является война штатов для этого события прокачивая станцию мига вы можете повысить количество получаемой информации и именно в этом событии можно тратить все свои накопления чтобы занять как можно более высокую позицию в рейтинге в этапе подготовки каких-то тонкостей по этапу подготовки нет просто изучайте расписание события и тратить в определенные дни относительно легкими днями является день убийства зараженных и день тренировки солдат многие игроки заблаговременно тренируют более низкий уровень войск для переобучения и получают на этом много очков также обратите внимание на пятый день этапа подготовки он длится более 24 часов и захватывает субботу а в субботу как мы с вами знаем идет классический однодневный ивент не спешите выполнять задание в пятницу дождитесь субботы и закройте два события одновременно максимум информации мига за этап подготовки и этап войны вы получите за попадание в топ-20 рейтинга стоит отметить что легче всего получить очки на этапе войны удерживая капитолий и башни конечно вы можете полететь и атаковать штат противника все зависит именно от вашего штата альянса и стиля игры я знаю что в разных штатах альянсы по-разному организуют эту битву кто-то определяет какой альянс будет бороться за капитолий какой альянс сосредоточиться на башнях а третий альянс допустим будет заниматься выбиванием вступающих в рейды противников поэтому важно перед этапом войны оценить свои шансы получения очков вашем альянсе я знаю что некоторые игроки переходят в топ альянс чтобы чаще ходить в рейды и удерживать башню так вы уже поняли мига научит нас всех вести переговоры если вы все же примите решение перейти в другой альянс то стоит помнить один важный момент бонусы мига для капитолия а именно атака оборона здоровья и смертоносность отрядов капитолия при переходе в другой альянс имеют определенное время перезарядки как нам удалось выяснить помощью игровой поддержки это может занять до 48 часов получается решение о переходе в другой альянс нужно принять в среду или в четверг в противном случае может получиться так что ваши открытые навыки просто не будут считаться в новом альянсе это очень важный момент для тех штатов в которых принято объединяться в один супер альянс для битвы на свс кроме бонуса войск капитолия мига открывает нам новый навык таран я о нем рассказывал в предыдущих роликах но на последнем свс мы увидели что выселить тараном одного и того же игрока можно раз в 12 часов поэтому можно предугадать действие своего соперника и применить таран на ваших рейдеров когда начнется сама битва ваших топов уже не смогут выселить потому что на них уже был применен таран не забывайте что можно и нужно координировать применение тарана совсем вашим штатам предположу что на первом свс еще не все участники альянса его откроют поэтому сплоченная работа штата может привести вас к победе после такой насыщенный 3 недели вас ждет неделя будильников 4 неделя открывает нам события исследования подземных тайн или подземелья события длится 5 дней с понедельника по пятницу а вот магазин подземелья доступен все 7 дней само подземелье состоит из уровней и на каждом уровне вы будете проводить зачистку используя кислород количество уровней зависит от того как далеко ваши шесть штатов успеют пройти за эти пять дней и так подземелье есть два вида ресурсов это кислород и очки исследования кислород нам нужно чтобы зачищать этажи а с помощью очков исследования вы будете повышать свои показатели в лаборатории подземелья у этих двух элементов разное время восстановления один кислород восстанавливается две минуты а одно очко исследования три минуты но так как максимальное значение шкалы у них разное очки исследования восполняются раньше важно не допускать моментов когда ваш кислород или очки исследования полностью восстановились а вы ничего не делаете не тратите вам необходимо постоянно контролировать значение и допускать простое именно поэтому я назвал эту неделю недели будильников обо всех тонкостях прохождения события исследования подземных тайн мы поговорим в одном из следующих видео помимо подземелья на четвертой неделе также есть события вызов альянса и рейд на резервуар но они их мы все выяснили ранее все эти четыре недели повторяются на втором и третьем этапе но именно первая неделя для вас важнее почему потому что вне зависимости от того донатор вы или нет копили вы до начала мега полгода или нет у вас есть все шансы занять хорошее место на первом этапе в рейтинге мега потому что на первом этапе все зависит от того как хорошо вы прокачаете свою станцию на какие задания вы сделаете акцент уделив немного времени предварительному анализу и изучению информации вы сможете обойти игроков которые сильнее вас я поделился всем что знаю амигу на текущий момент и теперь давайте приступим к самой главной идее этого ролика как получить облик мега в магазине славы мега нам доступны два облика первый дает плюс 3 процента к атаке отрядов и получить его можно только завершая каждый из трех этапов занимая топ-30 то есть при всем желании вы не сможете его купить за монеты славы мега второй облик нам доступен для покупки за 200 славы и он даст нам плюс два с половиной процента к атаке отрядов приступим к расчетам на каждой неделе есть цель по очкам выполняя которую вы получите 5 славы мега эти цели вполне реально и даже ферма аккаунты закрывают их без особых усилий и того 5 славы мега умножаем на 12 недель это 60 славы для покупки облика нам остается получить 140 славы мега если мы разделим 140 на три этапа то в каждом этапе было бы неплохо получить по 50 славы а это значит что нам необходимо быть в топ 250 все три этапа но не забываем про награды союза по итогу трех месяцев все участники союза получат награду в зависимости от места союза в общем рейтинге этот рейтинг складывается из очков всех участников альянса и чем активнее союз тем больше очков он будет иметь топ-1 союз получит 40 славы мега а топ 50 10 тут хочется сказать что если по итогу трех месяцев последние дни вы понимаете что вам не хватает копеек на штаб можно опять же рассмотреть вариант присоединения к союзу который выше в рейтинге в топе мега топ 250 достижимая цель уже много игроков поделились своими успехами на нашем дискорд сервере или же в комментариях под моими видео это не выдуманные слова если у вас будут какие-либо вопросы в процессе игры пожалуйста задайте их на сервере обязательно найдется человек который ответит на ваш вопрос на сегодня это все друзья мои пишите в комментариях о ваших достижениях мега и ждете ли вы второй сезон мега под названием и и т а я благодарю вас за просмотр обязательно подписывайтесь если видео вам понравилось поставьте лайк берегите себя не забывайте о будильнике всем пока